Привет-привет, давно не выходил я в прямые эфиры, не был очень давно, вот, хочу с вами пообщаться вот так вот лично. Вот, много вопросов у многих, хочу услышать от вас вопросы, так что, ребятки, давайте, я готов, прямой эфир, наверное, последний раз выходил, ну, если не собрать, наверное, месяца три назад, да, вот, поэтому все уже отвыкли, но ничего страшного, как в песне. Давайте наберем побольше людей, которые наблюдают и начнем задавать все интересующие вопросы, пока иду домой, буду вам отвечать на них. Смотрите, уже 50 набралось, ничего себе желающих, даже не думал, что сейчас будет столько людей смотреть и задавать вопросы. Давайте, жду вопросы, после задавайте тон, темы, вот, буду отвечать, хотел сейчас, кстати, приехать домой, побегать, спина болит, не знаю, продула или что-то случилось, прям неловко, прям правый бок где-то вот внизу. Привет, 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 всем привет, кто пришел, всех рад видеть, слышать, вот, спасибо за рулем, прямой эфир, ну, и аккуратно, у нас сейчас дороги пустые, 9 мая, все отдыхают, поэтому, в принципе, машин нет, я еду свободно, могу показать, если хотите. Итак, вас 60, вас 70 человек и ни у кого нет вопросов, ну, давайте, задайте тон, так столько много комментариев, пишите разных, я могу, конечно, тоже начать сам какую-нибудь тему, просто обсуждать. С Настей поженитесь, слушайте, ребят, если с ней померимся, то обязательно поженимся, ну, как вы знаете, что уже было две попытки похода в ЗАГС, они обвенчались неуспехом, к сожалению, вот, у нас в семье сейчас очень много проблем, вот, проблемы с мамами решены, я сегодня своей мамой поговорил, она поняла, тоже извинилась, сказал, переборщила, просто ты мой сын, мне за тебя стало обидно, я сказал, то им все, 35 лет, он сам разберется, вот, она просто сейчас телефон разбила, она сама публично извинится, вот, поэтому она сказал, да, она говорила лишнего сожаления, ну, вы же женщины, когда несет, говорите, и потом, да и меня тоже несет, да всех людей несет, а потом жалеем, то, что они говорили. Зачем Настю отпустил, слушайте, ну, мы дошли до такой точки кипения, что уже не было сил, если бы мы не разорвали бы этот круг, то мы бы каждый день друг друга съедали, у нас каждый день друг друга не претензии, счастья вообще не было, в семье уюта не было, вот, поэтому может быть, и пойдет на пользу сейчас вот эта вот некая, скажем так, временная, временная, может быть, разлука, может быть, и вообще навсегда, да, то есть, ну, кто его знает. Вы говорите мудрость, ну, чтобы приходила мудрость, должно быть желание, вот, когда ты с человеком, я так привык, я так воспитан, если ты о чем-то договариваешься и жмешь руку, что это железно-бетонный договор, да, ты его не должен нарушать, все. Поэтому у нас были с ней договоренности не выносить ничего в соцсети. Зачем? Потому что соцсети, они как положительную, так и негативную сторону играют, потому что сейчас вот все хотят, чтобы мы помирились от положительной стороны, всем спасибо, да, то есть, как там, вы и одну, и вторую сторону поддерживаете, но в момент, когда мы ругаемся, выносим друг на друга, льем, вот это все, это негативный момент, потом люди это все запоминают и начинают писать, хейтить меня, ее, там, раздражение вызывает, поэтому я просил наши рубленные скандалы в соцсетях не решать. Ну, видите, с утра, когда я проснулся, столько всего услышал, что я же тоже живой человек, естественно, я дополнил это кино. А никто не говорит, что Настя плохая, я разве говорю, что она плохая, просто прям вообще не слышит своего мужчину, понимаете, не слышит. За мужем, за мужчиной, потому что отношения держались на мне, все, кто наблюдал за нашими отношениями, помнят, что всегда мирился я, я приходил, что-то там не на коленях, и мирился. Поэтому хочется, чтобы инициатива тоже от женщины была, чтобы хоть раз она сказала, да, я извини, я вот тут, тут была не права, все, да, то есть, как бы, давай поговорим, я усвоил урок, и все, но у нас же такого нет, у нас только я не прав, и все, других вариантов нет. Так, надеюсь, что я сейчас не попадет, я в Канадзейшин. Так, еще вопросы. Ой, есть, когда бы. Да, гордость, я с вами согласен, что это глупая гордость со стороны Насти, потому что, ну, если она действительно любит, то я считаю, что любовь, она превыше гордости, и тем более, как бы, ну, я понимаю, там, я бы изменял, гулял, там, пил, там, накоманил, да, то есть, ничего этого нет, то есть, я, в принципе, перспективный парень, который старается для семьи работать, любит своих детей, она видит, как я детей люблю, как я ощупительно отношусь к ним, вот, то есть, надо же на это тоже видеть. Да, я тоже понимаю, что она уставала, было нелегко, вот, вот это вот, скажем так, некий период адаптации после рождения ребенка надо было пройти. Ну, вот, честно, к сожалению, я тоже почему-то чувствую, что она меня не любит, вот, ну, я же помню, когда меня любили женщины, они совершенно по-другому относились, совершенно другой трепет был, здесь больше какой-то немножко такой потребительский был момент, и все. Поэтому вы говорите, как дальше это продолжать. То есть, дальше опять я приду, опять я извинюсь непонятно за что, за то, что меня там обхаяли, и там были обозвали там под транквилизаторами, под семьи, меня все считают макоманом, да, вот, поэтому вносит все вообще, всякую глупость. Нет бы там понимать, что в этот момент человеку плохо, нужна помощь, да, там, они такая вот, всея Россия, глаз, как говорится. Да, родители однозначно, выводы сделаны, вообще железобетонно, что просто родители прям жестко надо обрубать, раз они не понимают этого, вот, поэтому, притом, моя мама в большей степени, ее мама в меньшей степени, вот, ну, тоже, как бы, на ухо там где-то что-то наговаривали, да, то есть, поэтому... Да, честно говоря, сейчас не хочется вообще никого искать, ни с кем быть, после таких токсичных отношений хочется какое-то время побыть одному, сделать анализ, да, то есть, как бы, провести в голове, вот, и, соответственно, подумать о работе больше, наверное, сублимирую сейчас все свое время, все свои силы, это в спорт и в работу. Раньше 500 человек смотрело, сейчас и 113, но тоже неплохо. Слушайте, я могу сказать так. Блин, и тут, ну, что ты будешь делать? Если Настя инициативу не будет проявлять, то я, как бы, тоже не буду инициативу проявлять, потому что я считаю, что очень было много с ее стороны наговоренного лишнего, и если я услышавший с ее стороны то, что, скажем так, она хочет быть со мной, вот, но есть моменты, которые не устраивают, и она мне их озвучит, да, будет нормальный разговор, тогда, конечно, я готов, как бы, потому что, ну, дети, семья и так далее, вот, но первую инициативу больше я заводить не буду, потому что хватит, вот, я тоже человек, я тоже хочу чувствовать себя значимым, что меня любят, хотят быть со мной, что я важная часть в жизни, да, то есть поэтому... Ну, вот, я тоже верю в это, что люди не меняются, поэтому, наверное, скорее всего, к сожалению, это будет точка, поэтому, ну, есть у нас сейчас пауза, но я даже вижу, как она сейчас со мной общается, все в претензионной форме, сквозь зубы, это не очень приятно, вот, так что попал в пробку, вообще лютую пробку попал, почему, что случилось? Лютишев просто ворвался. Живи без семьи, это твой статус. Да, спасибо большое, спасибо вам большое. Все, кто стебутся, вот, вам желаю того же, вот, счастья, здоровья, нет бы быть добренья и более уважительными, и как-то снисходительно к людям подходить, да, то есть там, может, где-то совет какой-то дать, там, и одной, и второй стороне, а люди просто, твой статус, жить один, вообще просто я в шоке, я просто в шоке, откуда у людей столько зла, ненависти, не знают людей, судят просто вот так вот по обложке и пишут такие комментарии, откуда вот столько ненависти, горечи просто у людей, ужас, просто ужас, ребят. Андрюшка, температура 38,8, сегодня купил все необходимые лекарства, потом сказал Лере, что все, что нужно будет, ночью звони, я приеду, я на подхвате, вот, вплоть до того, что если нужно, там, давай, ребенка заберу, там, чтобы как-то, ну, легче справляться было, там, ну, и тебя, там, на время, пока он выздоровеет, да, то есть там, клиники, врачи, то есть все возможное, да, то есть что можно, потому что, ну, когда дети болеют, это прям, ну, тяжело, ужасно, вот ты его держишь, он маленький такой, плачет, ты еще не понимаешь, это вообще ужас. Вот, ГАИ нормально отпустили, это вчера у меня был шок ворох, меня остановили ГАИшники, вот, шел сильный дождь, я спешил, вот, они спросили там про алкоголь, наркотики, сказал, готов пройти проверку, я сказал, готов пройти проверку, вытащил меня на улицу, что-то держал документы, а я мог, ну, стою, я говорю, что вы смотрите документы, давайте действия, либо проверяйте, либо там, ту, там, по ПИСу, не знаю, да, то есть я мухну под дождем, что вы держите, вот, документ, что вы в нем хотите увидеть, я вам уже все показал, вот, и понеслась, короче, мы там так жестко что-то зацепились, вот, но потом пыл упал, и я извинился перед ними, все нормально стало, вот, и они извинились, мы разошлись, там, пожелали друг другу добра, там, и, как говорится, всего хорошего на службе, потому что я тоже понимаю, представляете, сколько в день им голову делали, вот, потому что, ну, так, у нас стереотипы сложили, что у нас не любят гаишников, да, вот, но они же тоже, по сути, живые люди, вот, и многим знакомые есть, то есть это нормальные ребята есть, там, по-человечески общаться, все, как бы, хорошо, ну, понятно, как говорится, в семье не без уродов, там, на кого нарвешься. На вопрос сошелся бы я с первой женой, ребят, у меня еще точка пока не стоит в отношениях, поэтому вообще смысл комментировать, это что-то как-то, но мы прекрасно общаемся, там, как бы, меня всегда рады видеть, и всегда меня во всем поддержат, и поддерживали, то есть там, в принципе, несмотря на то, что, вот, мы разошлись в полный коннект и взаимопонимание. Так, ну что, какие еще у вас вопросы есть, ребят? Ну, я, наверное, уже просто буду завершать эфир с праздником, Бог, кстати, с праздником вас всех. Спасибо всем, кто следят, все, кто подсказывают, пишутся, чувствуются, переживают, очень приятно, что вы со мной, с нами, вот, не забывайте, так что всех с праздничком, вот, не забывайте заходить, ставить лайки, это приятно, правда, вот, я время от времени тоже захожу, там, отвечаю на комментарии. Вот, так что, ребят, все, вам понравился эфир, выходить почаще в эфир, просто скажите «да», «нет», я готов время от времени выходить. Спасибо, спасибо, ребят. Все, с праздниками вас, всех обнимаю, всех люблю, всех целую, вот, если понравился эфир, буду почаще выходить, вот, задавайте вопросы. В скором времени, когда мы напишем курс «Валберес», я думаю, что буду посвящать больше времени работе, буду больше вам рассказывать, может быть, кто-нибудь на курс еще запишется, потому что сами обробовали, действительно, можно дома, находясь, тратить минимум своего времени, начать, там, с какой-нибудь 30-максу, 50-ти тысяч, открыть свой магазин и начать зарабатывать, то есть, самое главное, попасть в товар. Все это мы уже умеем, разобрались, знаем, как выходить в топовые позиции, поэтому в нашем курсе это все будет представлено, мы будем на этапы разбивать его, то есть, первый обычный курс и вип-курс. Вип-курс – это с полным сопровождением и открытием, а обычные курсы, где будут просто прописаны этапы, что нужно сделать для того, чтобы открыть магазин на Marketplace. Все, ребят, все еще раз всех с праздников, обнял, всего-всего хорошего, пока!